Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Дмитрий Изаполь. Я партнер лондонской фирмы IFS Consultants. Тема нашей сегодняшней беседы – это методы планирования налогообложения физлиц с помощью их налогового резиденции. Прежде чем мы приступим к обсуждению способов планирования, необходимо определиться, что же такое резидентство и какая его роль в налоговом планировании, почему оно так важно. Если упростить данную концепцию, то понятие резидентство присуще каждой налоговой системе, существующей, как правило, в каждом суверенном государстве. И резидентство определяет право государства облагать налогом тех лиц, которые являются резидентами данного государства. Из этого можно сделать очень важные тезисы, на основании которых мы будем развивать настоящую тему. Во-первых, резидентство – это предмет местного суверенного законодательства. Это означает, что можно быть резидентом как одной страны, так и нескольких стран одновременно. В то же время, если физлицо не удовлетворяет критерии резидентства ни одного из государств, оно вполне может не быть резидентом ни одной страны. Порой клиенты интересуются, как же так можно и где же мне платить налоги, если я не являюсь резидентом нигде. Давайте теперь обратимся к азам международного налогообложения. Все международное налоговое планирование фактически вращается вокруг двух концепций. Первое – это налогообложение доходов у источника выплаты. Это, как правило, дивиденды, проценты, роялти или ведение хозяйственной деятельности на территории государства и обложение налогом доходов у такой деятельности. Повторюсь, это налоги у источника. В то же время есть налогообложение по месту нахождения, по месту имеющегося резидентства. И это означает, что лица, которые не являются резидентами какого-либо государства вообще, им следует беспокоиться только о налогообложении у источника. Как правило, большинство стран облагает налогом пассивные доходы, как я уже говорил, роялти, проценты, дивиденды. Но при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения, как правило, ставки налого у источника нивелируются. И тут кроется подвох. Если лицо не является налоговым резидентом нигде, то ему недоступны льготы, предоставляемые такими соглашениями об избежании двойного налогообложения. И, конечно, это следует принимать во внимание. Между тем, если источники дохода построены так, что они выплачиваются из государств, которые не облагают налогом такие пассивные доходы, то фактически можно избежать налоговой ответственности вообще. В то же время, конечно, отсутствие налогового резидентства существенно нервирует разнообразные банки, администраторы и уполномоченные органы. И в следующих слайдах мы поговорим о том, как можно получать сертификат налогового резидентства для того, чтобы все были довольны. В дополнение, собственно, к теме налогового резидентства всегда следует добавлять такие принципы, как целесообразность налогового планирования вообще. Ведь можно, чтобы избежать налогообложения, стать резидентом в какой-то льготной юрисдикции, либо путешествовать и не являться резидентом нигде. Конечно, в данном случае не будет никакой налоговой ответственности или она будет минимальная. Между тем, такой вид планирования может быть сопряжен с существенными, я бы сказал, жизненными неудобствами, затратами и, как говорится, жизнь будет немила. Когда к нам приходят клиенты, интересуются, а куда бы мне уехать, чтобы не платить налоги, мы всегда задаем ему вопрос, а посоветовались ли вы со своим супругом или супругой, потому что порой им такие методы планирования будут неприемлемы. И, конечно, дополнительно нам следует вспомнить о разнообразных мерах противодействия уходу от уплаты налогов. Мы не будем сейчас их затрагивать, упомянем только бенефициарную собственность, то есть если лицо не является резидентом нигде и планирует получать доходы через какие-то юрисдикции, скажем так, транзитом, то, как правило, требования о бенефициарной собственности удовлетворено не будет. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению конкретных стран, надо затронуть вопрос планирования с использованием соглашений об избежании двойного налогообложения. Мы перейдем к объективным критериям через минуту, а пока на экране вы видите выдержку из типичной статьи, типичной конвенции об избежании двойного налогообложения. Из нее следует, что если физлицо является резидентом одновременно двух государств, то есть, к примеру, если оно проводит более 183 дней на территории России и, скажем, больше 120 дней на территории Великобритании, и в соответствии с местным законодательством признается налоговым резидентом двух государств, то в соответствии с применимым соглашением оно является резидентом того государства, где у него имеется жилье. На практике большинство мобильных обеспеченных лиц обладает жильем во всех государствах, где они проводят существенное время, и тогда нам следует полагаться на так называемый центр жизненных интересов. Центр жизненных интересов – это семья, дом, врачи, собака, спортзал и прочее. Как правило, центр жизненных интересов известен и понятен, но порой бывают спорные случаи. Таким образом, если лицо удовлетворяет критерии резидентства в обеих государствах, тем не менее, порой можно положиться на соответствующее применимое соглашение. К сожалению, все порой не так однозначно. К примеру, есть соглашения, которые не применяются в отношении физических лиц. Примером является соглашение между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Есть также, к примеру, соглашение между Великобританией и Брегитатанскими Биргинскими островами. Оно как бы есть, но соответствующей статьи там нет. Так, какие же критерии резидентства существуют в различных государствах? Я условно разделил это на страны, в которых критерии резидентства являются объективными или механическими, и там, где они сопряжены с субъективными. Давайте посмотрим, что это такое. Лицо, которое проводит больше 183 дней в России, или проводящее больше 6 месяцев на Кипре, или больше определенных дней Великобритании, автоматически становится резидентом. И верну и обратно, если оно проводит меньше соответствующего количества дней, оно резидентом не становится. В то же время, в прочих странах, Испания, Португалия, Италия, помимо автоматического теста, то есть так называемого 6-месячного теста, если у лица есть жилье, если налоговыми резидентами данного государства является его семья, если у него есть работа и прочее, то налоговые органы могут признать, что у него имеется центр жизненных интересов в данных странах, и даже если он проведет менее 183 дней на их территории, все равно он будет признан резидентом. Интересно Италия. Если лицо становится на учет в местном муниципалитете, оно автоматически признается налоговым резидентом. И в так данном случае нам придется полагаться только на соглашение об избежании двойного налогообложения, чтобы его избежать. Я уже упомянул факторы субъективные, которые влияют на это резидентство. Хотел бы только отметить интересную концепцию, называемую «длящееся резидентство». Оно так не называется, но я в русском языке просто избрал такой перевод. Представим, что лицо проживало продолжительный срок в какой-то стране и потом решило уехать, чтобы реализовать какие-то активы и не заплатить налоги. Ирландия, Германия, насколько мне известно, Италия требуют от налогоплательщика сообщить, куда же он уезжает и с какой целью. И если уезжает в одну из черносписочных юрисдикций или просто уезжает в течение трех или еще четырех дней, считается, будто данное лицо являлось налоговым резидентом страны, которую оно покинуло. И сделки, которые оно совершает после своего отъезда, продолжат облагаться налогом по правилам страны, которую он покинул. И, наконец, как правило, единственным документом, подтверждающим налоговое резидентство в той или иной стране, который предоставляется банкам, администраторам и прочим, является сертификат налогового резидентства. В некоторых странах его достаточно легко получить. К примеру, в России, насколько мне известно, это достигается посредством подачи заявки ФНС и нахождения больше полугода. Между тем, в той же Великобритании, и я прошу прощения, буду делать часто отсылки к Великобританию, поскольку это мне сейчас наиболее близкая юрисдикция, лица, которые применяют так называемый режим рез-нон-дом, сертификат налогового резидентства получить не могут. Им положены некоторые другие термины, пардон, документы. Так, давайте обобщим, каким же образом можно планировать налоговое резидентство и в каких случаях могут возникать соответствующие потребности. В первую очередь есть лица, которые хотят совместить свой переезд в страны, где более благоприятная обстановка, более приятная погода, или просто у них там родственники и бизнес, с соответствующим льготным налогообложением. Таким странам относятся Италия, Испания, Португалия, Великобритания, Швейцария. Также имеются страны, в которые люди переезжают исключительно для того, чтобы получить хоть какое-то резидентство, но при этом они не собираются там находиться долго. Таким странам можно отнести, скажем, Кипр, потому что там можно находиться более 60 дней, скорее не более 60 дней, как будет описано чуть позже, но при этом получить сертификат налогового резидентства. И Мальта. И, наконец, есть третья категория граждан, которые не намерены проводить где-либо существенное количество времени, но при этом, то есть они не будут являться резидентами где-либо, но при этом они хотят получить сертификат налогового резидентства. В данном случае можно отметить Гибралтарь. Находясь на Гибралтаре минимальное количество времени, при условии, что ваше состояние превышает 2 миллиона фунтов сервингов, и вы арендуете квартиру на Гибралтаре, то, заплатив примерно 1030 фунтов в год налогов, вы получаете сертификат налогового резидентства, который можно предоставлять уполномоченные органы. Достало время перейти к описанию конкретных режимов. Прежде всего, начнем с Испании. В Испании имеется так называемый закон Дэвида Бэкэма. Как можно догадаться, он специально был сделан для футболистов и атлетов, профессиональных, приезжающих в Испанию, для того, чтобы они могли поддержать местную спортивную коммуну и при этом не платить налогов. Теперь данная схема недоступна для спортсменов и атлетов, а направлена исключительно на привлечение высококвалифицированной рабочей силы, менеджеров, управляющих и прочих. В чем же заключается данный метод планирования? При условии, что физлицо является сотрудником или директором какой-то испанской компании, причем данная компания не может быть с ним аффилирована, то есть нельзя владеть более 25% ее акции, она не может принадлежать родственникам. Так вот, если лицо является работником или директором такой компании и ему платится рыночная зарплата, то налог у него возникнет только на его зарплату в Испании. При этом все, что он зарабатывает за пределами Испании, вне зависимости от местонахождения, налогом облагаться не будет. Верно также, что и применение испанских правил контролируемых в иностранных компаниях будет применяться существенно в усеченном виде. А тут сразу же сделаю оговорку, все способы налогового планирования, как правило, доступны тем лицам, которые впервые приезжают в страну и раньше там не были налоговыми резидентами. Вот в Испании, в частности, нельзя было быть резидентом 10 предшествующих лет. В прочих странах там эти критерии примерно варьируются. И на экране, на слайдах вы видите примерный расчет, что на зарплату в Испании будет максимальный налог 24%, причем на максимальную зарплату в размере 600 тысяч. И если у вас зарплата 78 тысяч, то налог составит примерно 25-30%, что, мне кажется, вполне терпимо. Подчеркиваю, это позволяет проживать в Испании, платить налоги только в Испании на свою испанскую зарплату и не платить налог на свои доходы из-за пределов Испании. Я вдруг заметил, что я не указал, в течение какого срока доступен такой режим. По памяти это доступен в течение 7 лет, то есть фактически 7, а может быть и больше лет, может проживать в Испании и не платить таким образом налоги. Перейдем к следующему слайду. Португалия. Португалия работает еще проще. Там имеется так называемый Non-Habitual Residence Regime. При условии, что физлицо не являлось испанским налоговым резидентом в течение 5 предшествующих лет, оно переезжает в Португалию, становится на налоговый учет и подает декларацию как Non-Habitual Resident. И в данном случае налог будет лишь на доходы, получаемые из Португалии, если они вообще будут. При этом имеется возможность полностью избежать налогообложения в отношении иностранных доходов. Есть нюанс. Испанская, португальская законодательство гласит, что налогом не облагаются те доходы, в отношении которых страна-источник могла осуществлять свое право на налогообложение в соответствии с соответствующим соглашением о возбежании двойного налогообложения. Если мы переведем это на русский язык, то, как правило, большинство соглашений предоставляют право стране, где находится источник дохода, облагать налогом дивиденды. И это означает, что дивиденды в Испании облагаться не будут налогом. В то же время большинство соглашений освобождают от налогообложения прибыль от реализации ценных бумаг, находящихся в другом государстве. Это означает, что проживая в Испании, простите, пожалуйста, я все время говорю в Испании, наверное, там лучше лица, проживающие в Португалии, они, с одной стороны, им сложнее избежать налогообложения в отношении прибыли от реализации иностранных акций. Но если у них есть промежуточная зарубежная холдинговая компания, которая сама реализует активы, а потом выплачивает им дивиденды в Португалию, то налогообложения не будет. Дополнительно имеется черный список юрисдикции, к которым не применяется данный льготный режим. На экране вы видите те страны, которые в списке не находятся. И как это ни парадоксально, к ним относится большинство популярных обшоров, в том числе Британские и Виргинские острова, остров Мэн, Джерси, Гернси и прочее. Иными словами, этот режим в Португалии может вполне быть доступен для лиц, которые правильно построили свою международную структуру, источники получения доходов, и в течение 10 лет они не будут на них платить налоги. Швейцария. В зависимости от кантона, где вы находитесь, соответствующую систему налогообложения, называют форфэ, паушальную систему или Lump Sum Taxation. Она не применяется в ряде кантонов, в том числе Цюрихе. Но пока, насколько мне известно, был референдум, и швейцарцы решили продолжить ее применение во всех прочих кантонах. В чем же особенность данной налоговой системы? Являясь президентом в Швейцарии, физлицо платит налог на свои доходы по обычной ставке, которая варьируется, скажем, в зависимости от кантона, федеральные налоги, кантональные, местные, скажем, от 15 до примерно 30%. Между тем, фокус кроется в том, как подсчитывается налоговая база, которая облагается таким образом налогом. Иными словами, вместо того, чтобы платить налог на все свои доходы, как в каких-то прочих странах, где такой системы нет, физлицо каждый год согласовывает размер своей налоговой базы с местными кантональными налоговыми органами. Как же она рассчитывается? Налоговая база является наибольшее из одного из трех. Во-первых, если все прочие доходы, о которых мы поговорим сейчас, меньше 400 тысяч швейцарских франков, то тогда налог будет облагаться на 400 тысяч швейцарских франков. Либо же нужно готовить расчет затрат на проживание физлица и членов его семьи, во всем мире, и в это включаются лошади, самолеты, пароходы и прочее. Либо же берется семикратная стоимость аренды его жилья, из чего можно примерно заключить, сколько же ему надо тратить в год, чтобы жить. И на соответствующую налоговую базу исчисляются налоги, которые я только что написал. Опять же, данная система доступна лицам, которые не были швейцарскими резидентами в предшествующие годы. И также, насколько мне известно, для владельцев паспортов Евросоюза применяются более льготные условия. Опять же, дело кроется в деталях. Как правило, самые, можно так сказать, затрапезные кантоны имеют самую приятную систему налогообложения. И лиц, которые в погоне за налоговой экономией, мне кажется, жизнь им может быть немила среди коров и деревьев. Поэтому мне известно, что в ряде случаев налогоплательщики приобретали себе в кавычках дом в льготном кантоне и дачу в том кантоне, где они реально хотели жить. И грамотно планируя свое местонахождение между дачей и основным домом, они таким образом приобретали данную возможность планирования. Очень важным является то, что паушальное налогообложение направлено на привлечение обеспеченных лиц, которые приезжают в Швейцарию на пенсию, либо собираются управлять лишь своими активами. То есть, если лицо является директором или работником какой-то швейцарской компании, да или зарубежной, он не может работать на территории Швейцарии. Таким образом, его доход ограничен только инвестиционно. Италия. Очень интересная страна. Во-первых, некоторое время назад, год и два уже, наверное, или три, в Италии существует так называемый режим «рез нон дом» для недомицелляриев. О домицеле мы поговорим через некоторое время. Фактически, почему бы и сейчас не поговорить? Домицель – это понятие международного частного права, которое в полной мере отсутствует в российском законодательстве. Оно, как правило, применяется для определения применимого права к семейным правоотношениям, к наследствиям и прочим. В контексте налогово домицель – это принадлежность к стране, как правило, независимая от паспорта. Домицель приобретается по рождению, он передается от отца к детям, и порой раньше женщины приобретали его при выходе замуж. С практической точки зрения, большинство наших соотечественников и выходцев из бывшего СССР очень-очень редко могут владеть иностранным домицелем, если только у них папа не бежал от Франко в СССР или не участвовал в арктических конвоях и не уехал из Британии. То есть разумно принять, что лица не являются домицеляриями стран, куда они приезжают. Безусловно, по мере нахождения в странах назначения можно приобретать домицель. Где-то это составляет 17 лет, как на Кипре, ну а где-то, как в Великобритании и в Италии, составляет 15 лет. Так вот, вернемся к Италии. Лица, которые впервые приобретают в Италию, прибывают, и которые не обладают итальянским домицелем, вправе не платить налог на свои иностранные доходы, вне зависимости от того, где он получается, и тратят ли они его в Италии или не тратят. Но есть нюанс. Для того, чтобы не платить налог на такие доходы, основной заявитель должен заплатить 100 тысяч евро в год, а зависимый от него лица 25 тысяч евро в год. Несложно посчитать математику, что такое способ планирования. Интересно только, если размер налогов итальянских в отношении ваших иностранных доходов существенно больше 100 тысяч евро. Еще интересная особенность данного режима является такой. Если налогоплательщик переезжает в Италию и реализует свои какие-то иностранные компании, под своими иностранными компаниями, понимается, не портфельные инвестиции. То есть, иными словами, если у него существенный пакет акций, там больше 25, например, и так далее, какой-то кипрской или российской компании. Так вот, в первые 5 лет, если он реализует такие непортфельные инвестиции, у него будет налог. Но если он подождет 5 лет или если инвестиции портфельные, то есть небольшие, то налога не будет. И данный способ доступен в течение 15 лет проживания в Италии. Дополнительно имеются интересные режимы для лиц, которые хотят поднимать итальянскую экономику. Действительно, звучит несколько смешно. Переезжать в дикие районы Италии, малонаселенные или там, где экономическая обстановка плохая. Базиликата, Калабрия, Кампария, Пуглия, Сардиния, Сицилия. Вот если туда приезжают лица для нахождения и работы, там и для создания компаний, им предоставляются всяческие льготы на уплату местного подоходного налога. Там от 70% до 90% в зависимости от того, куда они приезжают. И целесообразность этого метода очень простая. Привлекаем богатых иностранцев для развития местной экономики. И в зависимости от того, есть ли жилье, есть ли несовершеннолетние иждивенцы, данный режим может предоставляться не только на 3 или 5 лет, а на 10 и даже более лет. Второй интересный режим в Италии. Он предназначен для пенсионеров. При условии, что он переезжает в такие развивающиеся регионы Италии, первые 10 лет на доходы из-за пределов Италии налог составит только 7%. Итак, в Италии, я обобщу, можно за 100 тысяч или за 25 тысяч для иждивенцев не платить налог вообще, вне зависимости от местных хождения. Или же можно переехать в развивающиеся районы и там платить малую ставку налогоблаженцевой доходы. Кипр. Опять же, здесь имеется режим, доступный для лиц, которые не обладают кипрским томицилем. При условии, что лицо им не обладает, и оно не проводит более 183 дней в какой-либо стране, при условии, что срок его нахождения на Кипре превышает 60 дней, ему доступен особый налоговый режим. В сухом остатке что это ему дает? Во-первых, это дает право на получение сертификата налогового резидентства, проведя лишь 60 дней на Кипре. Также отсутствует налог на иностранные дивиденды, на проценты, на продажу иностранной недвижимости. Но ключевым критерием для применения данных льгот является наличие работы на Кипре. Как правило, это решается посредством нахождения компании, предоставляющей соответствующие услуги по найму такого человека. Кипр доступен для лиц, которые готовы проводить там 60 дней в году, которым при этом необходим сертификат налогового резидентства, и которые, как я уже сказал, готовы работать там некоторое время. Таким образом, они получают право нахождения там, льготу, и право не платить налоги на большинство своих иностранных доходов. Дополнительно следует отметить, что имеются особые льготы для лиц, приезжающих туда работать на постоянной основе, то есть там от 50 до 100% скидки на ставку налогообложения. Важно также отметить, что лица, у которых нет кипрского домицелия, и которые туда таким образом приезжают, они освобождены от уплаты кипрского налога на оборону. Но при этом в то же время, насколько мне известно, с нового 2020 года они должны платить местные взносы в систему здравоохранения. От 1,7% до 4%. Пока закон этот еще не окончательно утвержден, и надо смотреть, что будет происходить. Таким образом, Кипр дает возможность получить сертификат налогового резидентства, проведя там всего лишь 60 дней. 60 дней – это достаточно такой существенный срок, и лица, которые проживают там, которые имеют доход из-за предела Кипра, могут избежать налогообложения на широкий спектр доходов. Мальта. Прежде всего, на Мальте имеется принцип налогообложения по перечислению. По-английски это Remittance Basis of Tax. Суть его очень простая. Если налогоплательщик не обладает мальтийским домицелем, то все доходы, которые он зарабатывает за пределами Мальты, то есть дивиденды от иностранных компаний, доходы от реализации иностранных акций или недвижимого имущества, проценты от займов, выданных иностранцам. При условии, что они остаются на банковском счете за пределами Мальты, на Мальте налогом облагаться не будут. Из этого следует, что нужно заранее подготовиться к переезду на Мальту, создать себе достаточное количество, то, что мы называем чистого капитала, на котором будет жить и не платить налоги. Если же чистого капитала нет, а жить на Мальте хочется, то существует особый режим под названием Multi-Global Residence Program. Я намеренно опускаю иммиграционные аспекты данного режима, потому что у нас, к сожалению, не хватит времени, чтобы рассмотреть все возможности иммиграции в указанные страны. Скажем только, что лица, которые претендуют на данный режим, платят фиксированную шкалу налогообложения по размеру 15% на свои доходы, которые они привозят на Мальту. Иными словами, если кому-то жизнь на Мальте мила, и они хотят находиться там какое-то время, и они хотят обеспечивать себя, то, избрав данный режим, они платят только 15% налог на свои получаемые доходы. Имеется, конечно, налог в размере 35% на прибыль, получаемую на территории Мальты, но практика показывает, что очень небольшое количество людей занимаются инвестициями на Мальтийской территории. И, наконец, давайте перейдем к Великобритании. В Великобритании достаточно известная юрисдикция, где имеется тот самый режим Rezno und Dom или Remittance Basis, который, как уже мы говорили раньше, позволяет не платить налог на иностранные доходы, которые Великобританию не привозятся. На слайде вы видите разбивку ставок налогообложения. Они, конечно, с одной стороны высокие, но с другой стороны мы видим, что там первые 37,5 тысяч налогом облагаются по ставке 20%. Это означает, что если муж и жена получают соответствующие доходы, или, скажем по-другому, сформулирую, если источники дохода есть у мужа и у жены, то фактически можно платить 20% на 75 тысяч дохода, которые они зачисляют в Великобританию. Ну, как говорится, to whom how, но сумма может быть значительная. Но если, конечно, налог платить совершенно не хочется, то нужно использовать в принципе режима вот этот вот Remittance Basis и налог не зачислять. Отмечу только, что дивиденды, которые получаются на территории Великобритании, облагаются налогом по ставке 7,5% на первые 37,5 тысяч. То есть опять, если муж и жена приезжают в Британию и получают 75 тысяч дивидендов, то тогда у них ставка будет только 7,5%. И налог на реализацию ценных бумаг составляет 20%. Здесь мы не будем тратить время на рассмотрение льгот, поскольку заканчивается, к сожалению, время, отведенное презентацию. Я хотел бы только сказать, что крайне важно понимать, как в Великобритании определяется налоговое резидентство. Является распространенным заблуждение, что если я провожу меньше 183 дней на территории Великобритании, то я не стану резидентом. Это не так. При условии, что у лица имеется место для проживания на территории страны, если имеется семья, находящаяся там, если в прошлые налоговые годы он проводил существенный срок на территории Британии, и если работает на территории Великобритании, то можно стать резидентом и проведя 92, или 122, или 183 дня на территории страны. Вы можете изучить данные слайды самостоятельно, либо обратиться ко мне, я вам отправлю более подробную презентацию. И фактически, заканчивая мою презентацию, хотел описать буквально пару слов о том, что же является перечислением денежных средств на территории Великобритании. Тот самый Remittance. Я всегда говорю клиентам так, что бы вы ни придумали, как способ использования своих иностранных доходов на территории страны, а за вас уже об этом подумали. То есть, иными словами, нельзя завозить кэш, сформированный из иностранных доходов. Нельзя покашать займы, использованные в Британии, за счет иностранных доходов. Нельзя платить за обучение детей, жены и прочее на территории страны, если вы являетесь резидентом. Из-за этого следует, что до переезда в Великобританию нужно создавать достаточное количество чистого капитала. Но это уже совсем другая история. Обобщая мою презентацию, какие же выводы можно сделать? Лица, которые хотят совместить приятное с полезным и проживать в теплой стране, вполне могут себе избрать Испанию, Италию, Португалию, а порой Швейцарию, если им там нравится погода. При достаточном планировании они могут вполне избежать налогообложения, либо платить его по небольшой ставке. Те же лица, которые хотят получить сертификат налогового резидентства, но не хотят проводить существенное количество времени где-то в одной стране, они могут избрать Кипр, провести там 60 дней и далее путешествовать по миру. Ну и, наконец, те, которые не хотят обосновываться нигде, всегда могут получить сертификат резидентства в Бибралтаре. Напоследок вспомним мою фразу с начала презентации о том, что всегда надо интересоваться у жены или мужа, что он думает о таком переезде. К нам обратился клиент, который сказал, я хотел бы поехать на острова на Джерси и там жить и не платить налоги. Когда спросили, а что думает про это ваша жена, он сказал, да, жена поймет. Жена в результате захотела провести время со своими внуками, они развелись и разводствовал намного дороже, чем налоговые льготы. Поэтому, я считаю, во главу угла всегда следует ставить жизненные обстоятельства. Благодарю вас за внимание. Дмитрий Заполь, IFS Consultants. Всего доброго. До свидания.